Добро пожаловать! Мы продолжаем цикл передач «Асмар Алматы». С вами я, Ахдана Сабыр. Все, конечно, слышали о почтовых голубях, которым в древности отводилась важная роль. В век цифровизации голубей заменили роботы и дроны. Сегодня в нашей программе мы расскажем о всех новинках в сфере почтовой службы. Цифровизация – одно из ведущих направлений развития нашей страны. И Казпочта также внедряет IT-технологии в свои услуги. Подтверждение этому – сокращение сроков доставки. Благодаря новым сортировочным линиям, усовершенствованию электронной торговли, запуску дронов, использованию виртуальных кассиров, а также роботизации цифровых офисов и другим умным инициативам. Внедрение новых инновационных технологий, во-первых, экономит нам самое ценное в жизни – это время. То есть если сравнивать, что было 5 лет назад буквально, и что сейчас, люди с каждым днем, они становятся все заняты, все погружены в работе. А вот именно перевод многих офлайн-сервисов в онлайн-сервисы упрещает жизнь нашим клиентам. Наша трансформация, благодаря программе трансформации «Самрук Казна», помогает нам моделизировать новое отделение в нового формата, как цифровые офисы. В цифровом офисе собрано оборудование, которое позволяет оказывать услуги в электронном формате. Сюда может прийти человек любого возраста и получить все виды услуг КАЗ-почты. Путь посетителя начинается с нашего виртуального консультанта, который рассказывает, какие услуги посетитель может получить в нашем цифровом офисе. Консультант говорит по-русски. Я могу продемонстрировать его. Привет, Сауле! Здравствуйте! Доброго поздоровья, цифровый офис. Я виртуальный ассистент КАЗ-почты. Что такое цифровый офис? Цифровый офис – это новое отделение цифрового формата, отношенное должное средство генерального оборудования для обеспечения интересов с удобными и качественными продуктами и сервисами почтовых и финансовых отраслей. То есть, пока виртуальный консультант обучается и пытается распознать разные голосы. И он в базе сохраняет, и с каждым разом все лучше и лучше становится. А может Сауле разговаривать на казахском языке? Да, сейчас мы эту опцию дорабатываем. Как только мы основные функции разработаем по распознаванию речи на русском языке, потом мы плавно научим виртуального консультанта распознавать речь на казахском языке. В скором времени в залах КАЗ-почты не будет ни одного оператора или консультанта. Их работу заменят роботы. Новшества уже постепенно вводят в Астане и Алматы. На первом этапе разобраться с техникой клиентам помогают сотрудники. В Алмате на сегодня уже открыто запущены два цифровых офиса. Там обслуживают место, где люди привыкли, что их обслуживают операторы. Клиентов наших обслуживает робот-консультанты и виртуальный консультант. То есть люди в основном осуществляют все оплаты, то есть используя финансовые почтовые услуги, самообслуживанием самостоятельно, используя гибридные банкоматы, используя почтоматы, электронные кассиры. Получается, клиенты приходят, оплачивают коммунальные услуги. То есть нет такой понятия, как стоять в очереди. Электронные консультанты знают, в какой зоне предоставляется та или иная услуга. Также они отвечают на вопросы, распознают лица и запоминают их. То есть вы пришли, познакомились с роботом. Приходите в другой день, робот уже вас автоматически узнает уже. Это тоже, так сказать, повышает качество обслуживания клиентов. А робот уже в следующий раз может встретить вас по имени. Электронный помощник также может автоматически подключиться к интернету и найти всю необходимую информацию. То есть посетитель заходит, он сразу обращается к Сауле, к примеру, или к нашему ресепшену, к человеку, который может ответить на вопросы, какие услуги предоставляет в этом офисе. То есть у него спектр настолько широк, такой же широкий, как и у обычного консультанта? Сейчас нет, но со временем вот эти все основные вопросы. То есть это машин-лёрнинг, да, технология, когда от качества вопросов, от количества вопросов уже сам виртуальный консультант обучается, мы его программируем, и база тем самым дополняется. Нужно несколько месяцев, чтобы полностью весь спектр вопросов основных записать в базу и научить виртуального консультанта распознавать их и давать уже правильный ответ. У нас робот-консультант, его зовут Пеппер. Каждый из наших шести цифровых офисов по Казахстану имеет по одному роботу-консультанту. Основные его задачи – это встреча клиента цифрового офиса и помощь в навигации. Работает примерно так же, как Сауле, распознаёт речь и отвечает на вопросы клиента. У меня вопрос. У него ещё есть LED-дисплей. На нём отображается дополнительная какая-то информация, да? Ну, в основном графики какие-то, например, графики работы отделения. То есть любую информацию можно вывести на LED-дисплей. К слову, такие роботы смогут работать в любом отделении Казпочты, не только в цифровом. Цифровой офис – это наш инновационный офис, где без контакта с нашими работниками клиенты могут получать те или иные услуги, оказываемые Казпочтой. Это инкассация денежных средств, это через электронного кассира. Гибридный банкомат, где можно получить пластиковую карточку за 5 минут. Ещё имеется, там же и почтомат можно отправить и получить почтовое отправление. Ещё платёжный терминал. Сейчас мы развиваем сеть наших платёжных терминалов, у которых возможности очень большие. То есть у нас платёжные терминалы, допустим, в Алма-Ате, они стоят в налоговых органах, а также в аэропорту. Вся суть работы терминала заключается в том, что человек при выезде из страны бывает ограниченный гражданин Республики Казахстан в связи с тем, что у него имеется какая-то задолженность либо по исполнительным производствам, либо даже вплоть до коммунальных услуг, если имеется сейчас задолженность, из страны не выпускать практически, если есть исполнительное производство. С помощью терминала можно проверить наличие задолженности путём ввода ИИН и мгновенно произвести оплату. В течение пяти минут информация об оплате задолженности клиента передаётся в базу данных Министерства юстиции Республики Казахстан. Преимущество наших платёжных терминалов, если вы оплатите через наши терминалы, в течение 30 минут этот арест снимается сразу. То есть это очень удобно, если, например, ты забыл и приехал в аэропорт, там вылететь не можешь, ты по-своему ИИНу заплатил, и он говорит, что должность не найдена, и я могу улететь. В рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» Госпочта участвует в нескольких инициативах. Основная инициатива – это модернизация и развитие инфраструктуры и логистики. Во-первых, за прошлый год сократили сроки доставки по Казахстану. Если раньше срок доставки в среднем был около 15 дней по Казахстану, там, например, в Алма-Ате вы сдали посылку, там где-то в западном Казахстане срок доставки 15 дней был. В прошлом году мы сократили до 6 дней в среднем. Где-то там быстрее, где-то этот. Больше, меньше, но в среднем 6 дней это. Потом все посылки, которые приходят из-за рубежа, то, что казахстанцы заказывают в зарубежных интернет-магазинах, они сократились с 60 до 25 дней. Более чем в два раза мы сократили сроки. И мы запустили доставку день в день нашими курьерами, курьерской службой ЕМС «Каспост». Например, вы в Алма-Ате, если в Астану хотите, отправили. То есть вы сегодня до вечера сдаете, и на следующий день ваша посылка в Астане. Все это благодаря применению автоматизированной сортировочной машины. За час техника сортирует 6545 почтовых отправлений. Данная линия предназначена для обработки как международных, так и внутренних посылок весом до 10 килограммов. У нас есть крупный хаб в Алма-Ате, где мы сортируем в день около 100-150 тысяч посылок. Сортировочная лента, в которой с одной стороны загружаются посылки, там есть сканер, который считывает адрес на каждой посылке, там есть специальный штрих-код, и в зависимости, куда эта посылка направляется, она сортирует уже по направлениям. Уровень ошибок там варируется от 3 до 5%. То есть все равно, там где-то посылка помятая, там не считалась, или клиент неправильно указал. Такие ошибки бывают. Они в отдельную урну сбрасываются, данные посылки, и потом там все-таки происходит ручной труд. Все, что заходит, 100 тысяч, оно в этот же день выходит отсортированное уже по направлениям, уходит на доставку. А до этого у нас, чтобы отсортировать те же 100 тысяч, необходимо было от 3 до 5 дней и работа около 50 сортировщиков. Благодаря оптимизации технологического процесса посылки обрабатываются круглосуточно. На сегодняшний день в рейтинге Всемирного почтового союза по индексу надежности Коспочта занимает первое место среди стран СНГ. Специалисты отмечают, что у Коспочты есть огромная возможность строения инфраструктуры электронной коммерции. Чтобы помочь интернет-магазинам, была запущена специальная услуга, которая включает хранение, сортировку, упаковку и доставку товаров. Также мы предложили клиентам самостоятельно отправлять посылку, забирать посылку с помощью постаматов, которые установлены в городе Алматы. Мы установили по городу 32 местах самых крупных торгово-развлекательных центров. Он может рядом с домом, если почтового отделения нет, просто заказать на почтомат в любое время, которое ему нравится, забрать свою посылку. То есть достаточно при себе иметь мобильный телефон и можете даже указывать размер ячейки и адресат, куда нужно застоять. Также можете выбрать наземным путем, либо же срочным, как бы, да, вот ИМС, получается. Отправляете посылку и получателю приходит СМС-код, и он самостоятельно в любое время, в течение трех дней забирает посылку с постамата. Проект в Казахстане запустили впервые, переняв опыт зарубежных стран и почтовых администраций. В 2017 году Казпочтой было доставлено свыше 16 миллионов посылок. К 2020 году планируется увеличить этот объем в четыре раза, доведя до 60 миллионов посылок. Развитие намечено в двух направлениях. Горизонтально – улучшая качество, бизнес-доставку и ускоряя сроки. А также вертикально – расширяя линейку услуг. То есть предоставлять комплекс операций для интернет-магазинов. Презентация проектов, которые осуществляются в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» стала интересной не только для давних партнеров Казпочты, но и для многих IT-компаний, которые намереваются предложить свои услуги в будущем. Одно из таких новшеств – использование дронов-почтальонов. Такая доставка была запущена в сентябре 2017 года. По 20 маршрутам сейчас летают дроны. Почему мы дронов запустили? Потому что бывает, что в отдаленные села одна посылка, две посылки или одна газета, две газеты, мы отправляем целую машину. И она не совсем эффективна. Поэтому решили, что полетит дрон. И сейчас, на текущую дату, мы уже перевезли более двух тонн пока газет. Мы сейчас тестируем доставку и посылок тоже. Технологии, они очень быстро развиваются. Они на месте не стоят. Соответственно, в ближайшем будущем мы можем уже перевозить более крупные посылки. Сейчас это до двух, до пяти килограмм. Мы надеемся, что будем перевозить и больше. Соответственно, чем больше мы сможем перевозить, тем ниже будет себестоимость и рентабельность данного вида перевозки. Дрон взлетает, и по заданному маршруту он летит с посылкой или с газетой до почтового отделения. Там сбрасывает в каком-то радиусе газету в вакуумной упаковке. И почтальон приезжает, забирает и уже осуществляет доставку. По словам сотрудников, проект реализуется довольно успешно. За это время было перевезено более тонны грузов. Применение дронов в почтовых перевозках дает значительную экономию средств. Тем более, что Каспочта не приобретает гаджеты. Их предоставляют компании, с которыми почта сотрудничает по принципам сервисной модели. Изначально на такое предложение согласилась только одна компания. Теперь же их число увеличивается с каждым разом. Самое главное, улучшаются и технические характеристики дронов. Примечательно, что рынок заинтересовался и увидел выгоду для себя. Введение новых технологий пока не отменяет традиционные способы доставки. Однако дроны показали высокую эффективность там, где существуют проблемы с дорогами и погодой. В ближайших планах наладить доставки корреспонденции еще в 139 населенных пунктов Казахстана. Также рассматривается поставка лекарственных препаратов села. Об этом уже есть предварительная договоренность с Министерством здравоохранения. А эта зона называется электронный кассир. Оборудование работает точно так же, как и человек. Оно само пересчитывает деньги и раскладывает купюры согласно номиналу. Электронный кассир, как цифровой офис, он расположен в торговом доме, где очень много бизнесменов. То есть здесь более 500 бутиков, магазинов и так далее. Каждый день они снимают наличность. То есть то, что продают они товары, услуги, потом за это берут деньги и с кэшем им надо что-то делать. Как раз этот электронный кассир и решает вот эти проблемы. Чтобы они не ездили куда-то далеко с огромной суммой наличностью или не вызывали инкассацию, они могут просто спуститься в цифровой офис и пополнить свой счет. Данный электронный кассир, он принимает до 100 миллионов тенге за раз. То есть он очень крупные суммы принимает. Позвольте я продемонстрирую, как он работает. То есть можно деньги снять и можно пополнить свой счет или только проходит снятие наличное? Здесь можно и снять, и пополнить свой счет. Вот, например. Можно ли сказать, что этот аппарат работает на более мощной скорости, чем все остальные банкоматы, которые есть? Да, конечно. Потому что он за раз может 100 миллионов тенге принять. Он берет и крупную сумму и может выдавать та же крупную сумму. Я сейчас пополнил. А в течение какого времени происходит поступление денег? Моментально. Сейчас аппарат совершает операции только с тенге. В планах наладить работу и с другими валютами. Еще одно новшество – гибридный банкомат. Помимо функции по взносу и выдаче наличных, в скором времени планируется использование функции сканирования удостоверения личности, отпечатка пальца и QR-кода. Гибридный банкомат позволяет оплачивать не только осуществлять обычные банковские операции, то есть не только получение денег с платежной карты, но также оплачивать весь спектр услуг по СКЗ. Это коммунальные платежи, денежные переводы, оплата штрафов, кредитов. Кроме этого, мы внедрили систему биометрии. У клиента Коспочты, у которой есть карточка Коспочты, они могут снять деньги с карточного счета без карты с помощью биометрии лица и отпечатки пальцев. То есть здесь идет трехфакторная биометрия. Например, вы подходите к банкомату, вводите свой номер телефона, на ваш телефон приходит, на ваш телефон номер приходит SMS-код. Вводите SMS-код, затем снимается, ваше лицо сканируется. После сканирования, зависит от суммы, банкомат также снимает отпечаток ваших пальцев. Если до 30 тысяч, можете снимать деньги, используя биометрию лица. От 30 до 100 тысяч, можете снимать деньги, используя биометрию лица и отпечатков пальцев. С выше 100 тысяч уже идет обычная операция снятия денег с карты. То есть сама цифровизация, она уже проникла в корень, то есть она уже глобально меняет все. Также здесь можно заказать платежную карту Алиэкспресс и мгновенно получить ее. Операция займет три минуты. То есть у молодежи нарастает уже такая тенденция, что можно быстро самообслуживаться. Тисто можно использовать смартфон для денежных переводов, либо же для оплаты коммунальных услуг. Например, молодежь сейчас у нас активно заказывает посылки вот с интернета, с Алиэкспресса. Вот именно Telegram Cospost Bot помогает нашим клиентам отслеживать свои посылки. Когда посылка придет, где они находятся. Также Telegram Bot позволяет людям избавиться от ввода клавиши, чисто по голосовой команде. Люди могут найти ближайшее отделение, либо же воспользоваться услугами почтовых и финансовых услуг. Также искусственный интеллект есть у нас в Telegram, то есть Cospost Bot. В 2017 году пользователей именно искусственного интеллекта, голосовой помощницы САВЛЕ, составляло около 17 тысяч пользователей. На сегодня 180 тысяч пользователей. Именно голосовой помощницы искусственного интеллекта САВЛЕ. То есть клиенты могут просто дома, находясь дома, лежать у себя в кровати, там, отслеживать посылки, узнавать, как можно оплачивать услуги, почтовые, финансовые услуги, находить ближайшее отделение. Данная зона позиционируется для предпринимателей малого и среднего бизнеса. В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» есть отдельная глава, которую утвердили в целях развития электронного бизнеса. В рамках дорожной карты Каспорство занимается повышением цифровой грамотности бизнеса и населения. Мы проводим, мы собираем бизнесменов, это могут быть вот хозяева бутиков, как здесь бутики, и мы им рассказываем, как продавать онлайн. То есть мы им объясняем основные преимущества онлайн-торговли. Мы объясняем, что здесь, когда у вас офлайн-точка, вы привязаны только к одному району, а если вы продаете онлайн, то вы можете по всему Казахстану продавать. Мы показываем им, как открывать электронный магазин, как привязывать к ней доставку, как привязывать платежный инструмент. Товар нужно доставить, и там Инстаграм-продавец, он только, к примеру, в одном своем районе может доставку сделать, а если клиент появился с другого региона, ему нужен какой-то сервис доставки и, ну, как бы Каспочта, которая доставляет везде. То есть если вам нужно, чтобы ваш товар доставлялся по всему Казахстану, то, как бы, только мы можем это делать сейчас. С недавних пор в Каспочте появились супермаркеты посылок. Супермаркет посылок – это тот же супермаркет, в котором мы покупаем свои продукты, но вместо продуктов или других вещей там находятся посылки наших клиентов. В этом году уже запустили более 20 супермаркетов, поскольку это нам удобно, поскольку это нашим клиентам удобно. Жители вообще Алматы и жители Казахстана вообще не любят ждать. Мы сами такие стали. Здесь он обеспечил таким, что очереди намного уменьшились. Посылки приходят, отсортированные уже, и наши работники, их пристегивает к каждой ячейке. И в момент пристегивания к ячейке СМС автоматически уходит к клиенту, что его посылка именно в этой ячейке пристегнута. Клиент, уже зная об этом, приходит, быстро находит, собирает, не стоит в очереди. Сам процесс выдачи, он занимает буквально 30 секунд. Оператор с помощью сканера фиксирует штрих-код на удостоверение клиентов и оформляет выдачу. И все забрал. А раньше как было? Раньше клиент пришел, оператор заходит, пропадает там на 5 минут. Пока находит, уже несколько клиентов там собрались. А сейчас такого нет. Теперь дальнейшие планы развития Каспочты создание транспортного мультимодального коридора, соединяющего Китай и Европу. Проект позволит расширить комплекс логистических услуг, обеспечить нам выход на рынок курьерской доставки в другие страны, а значит увеличить доходы. Уже были проведены переговоры с азербайджанскими, российскими и иранскими партнерами. Каспочта должна, и у нее есть все шансы, чтобы стать международным хабом. Время-то меняется, меняется технология. Мы просто не могли себе позволить, чтобы стоять на одном месте. Мы должны были двигаться много со временем. И такой смелый шаг действительно глобально уже все меняет. Меняет уже представление людей о Каспочте. Мы получаем очень много положительных отзывов у наших клиентов через социальные сети, фейсбук, через инстаграм. То есть люди, когда приходят в отделение, в наш новый формат, они уже удивляются. Клиенты, им действительно доставляет большое удовольствие обслуживаться. Например, бывает, что родители открыли детей, чтобы оплатить какую-то услугу. Со мной тоже так постоянно было. Я тоже помню, 10 назад я стоял в очереди, чтобы оплатить коммунальную услугу. А сейчас, например, дети могут прийти просто пообщаться с роботом, сами быстро щелкать по экрану и быстро оплатить. Это людям нравится, люди это уже привыкают. Долгие ожидания в очередях? Или получение всех необходимых услуг в онлайн-режиме? А может, все необходимое за вас делает робот? Цифровизация именно об этом. Она упрощает наши ежедневные процессы. Вы смотрели Смарт Алматы. И с вами была я, Агнана Сабр. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok